Турецкий язык. Урок номер 9. Лексемы есть-нет. Var-yok. Сегодня мы поговорим о лексемах var-yok в турецком языке, которые обозначают есть и нет. Слово var переводится как есть или имеется, что обозначает присутствие предмета. И слово yok, нет, не имеется, то есть отсутствие предмета. Не нужно путать слова ha-ish и слово yok. В русском языке слова ha-ish и yok переводится как нет. Но принципиальное различие в том, что ha-ish это нет в плане отрицания, а yok это нет в плане отсутствия. Ha-ish отрицание, yok отсутствие. Слова var-yok в простых предложениях всегда используются в конце слова. В более сложных предложениях они иногда могут использоваться в середине. Но общее правило мы их ставим в конце предложения. Например. О да да, масса ваш. В комнате есть стол. Или в комнате стол. Мы в русском языке, может быть, не говорим так. В комнате есть стол. Хотя можно сказать. Мы вообще говорим в комнате стол. В турецком языке нельзя сказать просто о да да, масса. Нужно обязательно говорить о да да, масса, варш. Массада, бардак, варш. На столе есть стакан. Бардакта, су, варш. В стакане вода. Теперь примеры со словом yok. Дуарда, табло, yok. На стене нет картины. Теперь посмотрим, как строится вопросительная форма с ответами «есть» и «нет». Вопросительную форму создаем при помощи вопросительной частицы «мы», «ми», «му», «мю». Так как слово «вар» заканчивается на твердую круглую гласную «а», то используем вопросительный аффикс «мы». А в слове «yok» твердая круглая гласная «о», то используем аффикс «му». На вопрос «вармы» при положительном ответе применяем пару «эвет», «варш», при отрицательном ответе – пару «хаир», «yok». Например, «сококта араба вармы», «эвет», «сококта араба вар», или «хаир», «сококта араба», «yok». На улице есть машина, да, на улице есть машина, или нет, на улице нет машины. Вот именно в примере «хаир», «yok», первое «хаир» – это мы отрицаем «нет», «сококта араба», «yok», там слово «нет» используется для утверждения отсутствия этой машины. На вопрос «yok», «mu» при положительном ответе применяем пару «эвет», «yok», при отрицательном ответе – пару «хаир», «вар». Например, «бардакта су, yok», «эвет», «бардакта су, yok». «В стакане нет воды», «да», «в стакане нет воды», или «бардакта су, yok», «хаиш», «бардакта су, yok», «вар», «нет», «в стакане» есть вода. В основном в вопросах используется первая часть, то есть вопросы с «varm», «вопросы с yok», «м» – это очень редко используется, но тем не менее нужно знать, как правильно отвечать, когда спрашивают именно в форме «yok». Давайте посмотрим еще несколько примеров. Еще одно правило, которое нужно знать, когда в вопросительной форме мы используем слова «var» и «yok», если есть вопросительное слово, то после «var» и «yok» не нужно добавлять вопросительную частицу «mu», «mi», «mu», «mu». Например, «одада кач сандалья ваш», «сколько стульев в комнате». Уже есть вопросительное слово «сколько», поэтому после слова «var» мы ставить не нужно. «Одада кач сандалья ваш», «одада ики сандалья ваш», «одада не ваш», «что в комнате». Вопросительное слово «что» у нас есть, поэтому после «var» не ставим вопросительную частицу «мы». «Одада не ваш», «одада масса», «долап», «весепа ваш». В комнате есть «стол», «шкаф» и «столик». «Столик» в турецком языке называется «маленькие столики», это может быть «журнальный столик», «столик для кофе». Все, что такое, в общем, небольшое, называется «сехпа», по-русски нельзя перевести одним словом, потому что есть вариации этих столиков, ну, поэтому мы будем его называть просто здесь «столик», чтобы вам было понятно. «Дуарда не ваш», «дуарда табло ваш». «Что на стене?» «На стене картина». Опять у нас здесь есть вопросительное слово «что», поэтому после слова «var» не ставим вопросительную частицу «мы». Рассмотрим еще несколько примеров. «Масада китап варма», «эвет, масада китап варш». «На столе есть книга?» «Да, на столе есть книга». «Масада калем варма?» «Хаир», «Масада калем йог». «На столе есть ручка?» «Нет, на столе нет ручки». «Масада башка не варш», «Масада вазо варш». «Что еще на столе?» Слово «башка» переводится как «другой», но в данной форме правильно перевести как «еще». Если дословно с турецкого «да», будет как «что на столе есть другое». Но по-русски грамотнее будет сказать «что еще есть на столе». «Масада башка не варш», «Масада вазо варш». «Вазода не варш», «Вазода чичек лер варш». «Что в вазе?» «Вазе цветы». То есть я слова «есть» отображаю в скобочках, чтобы вы понимали, что в русском языке можно как называть, только опускать это слово. Просто предложение без слова «есть». «Что в вазе?» «Вазе цветы». «Вазода kırmızый карамфиллер варш» «Вазе» «Есть красные гвоздики»?» «Хайш», «Вазода kırmızый карамфиллер варш» «Нет», «Вазе нет красных гвоздик» «Вазода beyaz güller варш» «Вазе белые розы». Возьмем еще несколько примеров для закрепления материала. «Ресимде ай варш» «Вазе нет красных гвоздик» «Вазе белые розы». На картинке «Луна» «Нет», на картинке «Нет луны». На картинке «Солнце». «Ресимде уфо» «Варм» «Хайш», «Ресимде уфо йог», «Ресимде учак ве геликоптер варш». На картинке «Есть НЛО» «Нет», на картинке «Нет НЛО». На картинке «Самолет» и «Вертолет». Что в небе? У нас здесь есть вопросительное слово «не», поэтому не ставим вопросительную частицу «мы». Что в небе? В небе – облака. На картинке машина и велосипед? Нет. На картинке автобус и поезд? На такие вопросы, когда задают это слово «вармы», можно ответить просто коротко «хайр», «йок». Что по-русски будет переводиться как «нет». Нет, но поэтому, когда мы переводим на русский, можно просто сказать одним словом «нет». Потому что в русском языке мы понимаем, что это и отрицание, и отсутствие предмета. Еще раз. Это все, что вам нужно знать про алексемы «вар», «йок». Спасибо за внимание. До следующих встреч.